Сегодня я буду говорить о Старом Кресте и Новом Кресте. Вначале я хочу сказать одну фразу, и потом мы ее проверим. Писание говорит, что мы должны быть внимательны к тому, что мы или как мы слушаем, потому что мы также должны знать источник, откуда эта информация идет к нам. Например, в Писании, помните, если не ошибаюсь, за Павлом ходила одна девушка, говорила, очень прекрасные слова она говорила, вот это мужи, которые пришли, они будут говорить нам о спасении и так далее. Хорошие слова были, но источник был неправильный, поэтому дальше вы помните, что случилось. Поэтому вначале я вам дам несколько фраз, и мы подумаем об источнике, о значении и об источнике. Вот первые две фразы. Как христианин я не обязан позволить тебе быть обманутым, но я обязан быть борцом за истину и справедливость. Хорошо звучит, да? Очень хорошо. И как вы думаете, кто это сказал? Какой источник этих слов? Может быть, вы еще не догадались? Пойдем дальше. Сегодня я верю, что мое поведение в полном согласии с волей всемогущего Творца. И тоже может сказать, ну мало кто может так сказать, но это, наверное, такой верующий, это один и тот же человек пишет. И дальше будет фраза на следующей странице, и многие из вас уже догадаетесь, я все же спрошу, кто это написал. Он дальше также сказал, что чини большую ложь, пусть она будет простой, повторяю без конца, и в конце концов они в это поверят. Нет, это говорил Адольф Гитлер. Все то, что было до этого, он сказал, что его поведение полностью в согласии с волей Бога. Слова хорошие, но источник нехороший. Поэтому, например, ну здесь я не говорю, что это какой-то запрет, но, например, если кто-то будет говорить, вот мать Тереза сказала то-то и то-то, то, во-первых, она вообще не мать, потому что она монахиня, и она не Тереза вообще. И ее источник не совсем будет правильный, потому что она даже не знала, спасена она или нет, она даже сомневалась в том, есть Бог вообще или нет. И вот еще другое. Может показать, что это духовная такая фраза, очень интересная, да? Говорится, похоть подобна горящей головне, как своей красивостью, так и скрытым разрушителям потенциалом. Свечение привлекает, но головня жжет. И может сказать, как это хорошо, это на самом деле так в нашей жизни, да? Но если подумать о том, откуда это исходит, то мы поймем, что она идет изучение ислама. И поэтому мы не можем ее принять как таковую, хотя в ней могут быть какие-то части истины. И сейчас я хочу зачитать одну коротенькую статью, которую много лет назад написал один верующий. И вы вдумайтесь, будет текст и на русском, и на английском. Так что для всех будет возможность это прочитать. Я не мог бы ее передать своими словами лучше, как написано, поэтому я решил зачитать. Совершенно неожиданно и почти незаметно в наши дни в евангельских кругах появился новый крест. Он как будто бы старый крест, но, однако, совсем другой. Эти сходства поверхностны, а различия со старым крестом фундаментальны. От этого нового креста произошла новая философия христианской жизни, и эта новая философия принесла с собой новый евангельский метод, новый вид служения и новый род проповеди. Это новое проповедование использует тот же самый язык, как и старое, но ее содержание не то же самое, и сущность ее не та. Старый крест не имеет ничего общего с миром. Для гордой плоти Адама он означает смерть. Новый крест не стоит в противоречии с человечеством. Скорее всего, он является дружеским путеводителем, если его правильно понять. Он будет источником приятного веселья и безобидных развлечений. Он дает Адаму жить беспрепятственно. Его жизненные мотивы остались неизмененными. Он все еще живет для своего собственного удовольствия. Только теперь ему нравится петь христианские песни и смотреть религиозные фильмы, вместо того, чтобы петь непристойные песни и пить алкогольные напитки. Ударение лежит все еще на развлечениях, поскольку достигнут стандарт морального, да пожалуй, и интеллектуального уровня. Новый крест приветствует новый и совершенно иной евангельский метод. Евангелист не требует отречения от старой жизни, прежде чем получить новую. Он проповедует не противоположность, но сходство. Он пытается приспосабливать себя к общественным интересам, показывая, что христианство не ставит никаких неприятных требований, но предлагает то же самое, что и мир, только на более высоком уровне. То, к чему в данный момент стремится греховный и безумный мир, предлагает и это новое Евангелие, только с тем различием, что религиозный продукт является лучшим. Новый крест не уничтожает грешника, он дает ему лишь другое направление. Он призывает его к более чистой и веселой жизни и сохраняет его самоуважение. Самоуверенному новый крест говорит «приди и вступись за Христа». Эгоисту говорит «приди и хвались Господом». Искателю экстрима он говорит «приди и окунись в экстремальную христианскую жизнь». Христианская проповедь наклоняется в сторону современной моды, чтобы сделать эту весть удовлетворительной для народа. Философский мотив этого всего дела может быть искренним, но его искренность не означает, что он не ложный. Он ложный, потому что он слепой. Он нисколько не совпадает со значением креста Христова. Старый крест есть символ смерти. Он является символом ужасной кончины человека. Человек, который во времена римского господства нес по дороге свой крест, уже попрощался со своими друзьями. Он больше не вернется. Он не вышел, чтобы дать своей жизни другое направление. Но чтобы окончить ее, крест не идет ни на какие компромиссы, ничего не смягчает, ничего не жалеет. Он умертвляет всего человека раз и навсегда. Крест не пытается быть в хороших отношениях со своей жертвой. Он бьет жестоко и сурово. Если он выполнил свою работу, то значит, человека больше нет. Род Адама находится под смертным приговором. Ему нет смягчения, наказания и нет избавления. Бог не может никакой плод греха назвать хорошим, как бы он ни казался невинным или красивым в глазах людей. Чтобы спасти человека, Бог вначале уничтожает его и потом воскрешает его к новой жизни. Евангелизация, что проводит дружеские параллели между путями Божьими и путями человека, является с библейской точки зрения лживой и жестокой к душам ее слушателей. Вера во Христа не проходит параллельно по отношению к миру, но пересекает его. Если мы приходим ко Христу, то мы не ставим нашу старую жизнь на более высокий уровень, но оставляем ее у Креста. Пшеничное зерно должно упасть в землю и умереть. Мы, проповедующие Евангелие, не должны чувствовать себя общественными посредниками, посланными, чтобы восстановить хорошее согласие между Христом и миром. Мы не должны себе вообразить, что наша обязанность заключается в том, чтобы приспособить Христа к большому бизнесу, средствам массовой информации, миру спорта или современному образованию. Мы не дипломаты, но пророки. И наша проповедь не является компромиссом, но ультиматумом. Бог предлагает жизнь, но не улучшенную старую жизнь. Та жизнь, которую Он нам предлагает, исходит из смерти. Эта жизнь всегда есть у Креста. Всякий, кто желает иметь эту жизнь, должен смириться под разгой Божий. Он должен отвергнуть самого себя и согласиться со справедливым Божьим приговором против Него. Что означает это для каждого в отдельности, для усужденного, который хочет найти новую жизнь во Христе Иисусе. Как можно эту теологию притворить в действительность? Совсем просто. Человек должен раскаяться и поверить. Он должен оставить свои грехи и потом всегда отвергать самого себя. Он не имеет права не скрывать что-либо, не защищать, не извинять. Он не имеет права на попытки торговаться с Богом, но должен склониться под жестокий удар недовольства Бога и признать, что Он достоин смерти. Сделав это, он должен взглянуть с детским доверием на воскресшего Спасителя. От Него исходит жизнь, возрождение, очищение и сила. Крест, который поставил конец земной жизни Иисуса, делает и с грешником то же самое. И сила, которая воскресила Христа из мертвых, возвысит и Его для новой жизни со Христом. Каждому, кому это покажется лишь как ограниченное и личное мнение истинное, я хотел бы сказать, что со времен Павла и до ныне Бог поставил свою печать на эту весть. Нет различий, если эта вещь будет передаваться как здесь или нет. Главное то, что это и есть содержание всякой проповеди, которая принесла миру жизнь и силу во все времена. Мистики, реформаторы и проповедники постоянно ставили на нем ударение, а также знамения и чудеса, и могущественные дела Духа Святого свидетельствуют о подтверждении Божьем. Отваживаемся ли мы, как наследники такого мощного завета силы, искажать истину? Отваживаемся ли мы нашими затупленными карандашами стирать линии плана Бога или изменять, показанные нам на горе образец? Да запретит Господь. Будем же проповедовать старый крест, и соответственно тому мы испытаем старую силу. Вот эта статья, которую написал этот человек в 60-х годах. Его звали Тозер. И это был человек, который, когда еще был молодым, услышал Евангелие и поверил. И хотя у него не было образования, он начал служить как пастор в церкви. И многие года были много разных книг, которые он написал. И это одна из частей из его книги, которая была выпущена, кажется, после его смерти. И насколько то, что было здесь сказано, насколько это правильно, и насколько это было так сказано. И это как было тогда, в 60-х годах. Подумайте, тогда, если в США кто-то говорил ругательное слово по телевизору, то был бы большой скандал. Это был момент, когда по всей стране был какой-либо уровень моральный, который многие не переходили, были какие-то границы. И если он тогда это писал, если он это тогда видел в обществе того времени, то насколько это приемлемо для нашего времени, насколько мы должны смотреть, чтобы не уклониться от этого пути. У Исаии говорится, «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в сепи сизии Богу нашему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизится. Кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими. Явится слава Господне, и узрит всякая плоть спасения Божия, ибо уста Господни изрекли это». Это было пророческо сказано Исаии, и потом уже сам Иоанн Креститель, если вы помните, он говорил эти слова, и он говорил о себе, что он и есть тот голос вопиющего в пустыне. Если подумать, зачем ты вопьешь в пустыне? Пришел бы в город, там бы вопиял, может даже не вопия тебя услышат, но он в пустыне, где никто не живет обычно из людей, да? И там он вопияет. То есть мы здесь видим отделение от того мира, или той системы, которая там существовала. Потому что на тот момент синагоги были, были вот эти фарисеи и так далее, это были, можно сказать, это была церковь того времени. Это были те люди, которые искали Бога, которые хотели приблизиться к Нему, которые хотели научить других этому. Но Иоанн Креститель пошел в пустыню, и там он начал проповедовать. И что ни странно, Бог начал приводить людей к Нему. И когда Бог вообще призывает людей, то я исследую Писание, тоже сегодня были такие слова сказаны, интересные, до этого подходят тому, что я сегодня хотел сказать, что на самом деле нужно исследовать Писание, нужно понимать, что сказано. Из Писания я вижу, что когда человек ищет Бога, то это не сам человек ищет, это Бог его привлекает Святым Духом к себе. Но в Писании так говорится, что каждый человек, кто ищет или пытается найти Бога, то Бог отправляет его ко Христу, чтобы тот, он узнал о Христе и о том, что он сделал. И после этого, как и сам Иисус сказал, что тогда человек может прийти к Богу только через Иисуса. И, конечно же, из этого мы понимаем, что наш источник должен быть Иисус Христос, а средство достижения Его – это крест Христов. Точно так же, чтобы войти в это здание, вам нужно, если, скажем, сюда подойти, вам нужно пройти через дверь. То есть вы хотите сюда прийти, но посредством двери вы проходите. И точно так же Иисус и есть та дверь, Его крест – это та дверь, через которую мы входим, чтобы достичь Иисуса, и потом также и самого Бога. И точно так же Святой Дух тоже действует на основании этой модели, когда мы проходим через крест Христов, и там мы видим, как Святой Дух также будет в нас таким образом действовать. И поэтому, когда уже есть люди, которые будут говорить неправильно о том деле Христа, что Он сделал, например, есть те, которые говорят, Иисус на кресте умер духовно. Духовно умерший человек – это который уже полностью отвернулся от Бога, который сказал, мне не нужен твой Иисус, мне не нужна церковь и так далее. Это тот человек, который вообще не ищет Бога, а наоборот, уходит в другом направлении. И они говорят, эти люди, что Иисус вот таким образом умер на кресте. Но в Писании мы этого не видим. Да, было время, что Бог отвернулся от него, была темнота, но перед смертью Он сказал, «Отче, в твои руки я передаю свой дух». Это не были слова человека, который умер духовно, который не искал Бога. И точно так же, если бы Он умер духовно, то для нас не было бы надежды. Если Он умирал за наши грехи, но Сам оказался грешником, то кто тогда бы за Него умер? Потому что за грехи человека нужно, чтобы была жертва, которая будет угодна, которая будет приятна Богу, которую Он примет. И поэтому, я не говорю, чтобы вы не слушали таких людей, вы можете слушать, но вы знаете, если будете исследовать источник этих слов, этого учения, откуда это идет учение, то вы будете знать, что это учение будет на вас действовать. Потому что уже и до этого было сказано, что вера наша, она происходит от слов, которых мы слышим. И если мы слышим из правильного источника правильные слова, то наша вера будет правильной, и соответственно этому наше действование, наши дела будут правильными. Но если мы слушаем слова, которые приходят из другого источника, и слова могут быть хорошими, как мы до этого видели, хорошие, красивые слова, но на основании этого оно меняет нашу веру. И поэтому, если вы слушаете, например, опять же, Бенехина или еще других, которые уже, в буквальном смысле, многие года показали, что они лже-пророки и лже-учителя, но если вам кажется, что они хорошие учителя, и вы скажете, я кости выброшу, а мясо скушаю, не получится, потому что вы не заметите, как вместе с пищей, которую вы принимаете, в вашу душу будет вкрадываться эта закваска, которая постепенно будет разрушать. И поэтому будем очень внимательны тому, что и как мы слушаем, и чтобы нам не уклониться от этого пути. Таким образом, мы приготовляем путь. Иоанн Креститель таким образом и приготовил путь, он говорил о Христе. И в Писании говорится, что все те, которые прошли крещение Иоаннова, они поверили во Христа, а те фарисеи, которые не приняли Иоаннова крещения, они отвергли волю Божию о себе, не приняв его крещение. То есть их сердце не было готовым. В этом месте Иеремия говорит, так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим. Но они сказали, не пойдем. И поставил я стражей над вами, сказав, слушайте звука трубы. Но они сказали, не будем слушать. Это тот пример, когда за недостаток знания умирал народ. Не от того, что не было знания, но они отвергли, они сказали, мы не будем слушать, мы не пойдем по этому пути, потому что мы думаем, что это неправильный путь. И поэтому мы, когда читаем Старый Завет, понимаем, видим историю израильского народа, насколько у них были даже такие моменты, когда они думали, что вал – это и есть настоящий бог. Они шли в храм, приносили жертву, потом возвращались и на высотах приносили курение валу. А вал – это было настолько мерзким идолом, даже невозможно это описать. И они думали, что это один и тот же бог. И в наши времена это состояние или же вот эта ситуация будет ухудшаться, потому что сказано, что последние времена будут тяжкие. То есть действие злых духов, действие вот этих ложных учений, оно будет усиливаться. Но для тех, которые слушают Бога, которые пытаются искать и ходить за Ним, то говорится так в Писании. «И даст вам Господь хлеб в гордести и воду в нужде, и учители твои уже не будут скрываться, и глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать Слово, говорящее позади тебя. Вот путь, иди по нему, если бы вы уклонились направо или если бы вы уклонились налево». Это и есть водительство Святого Духа, когда мы смотрим на Голгофу, когда мы утверждаемся на этом. Тогда Святой Дух будет нами руководить. И даже в другом месте мы сейчас зачитаем, говорится, что «и будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущий этим путем даже и неопытный не забудется. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там, а будут ходить искупленные. И возвратятся, и избавленные Господом придут на сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головой их. Они найдут радость, и веселье, и печаль, и воздыхание удалятся». Смотрите, это описание этого пути, пути святого или праведного пути. Только человек, который уже полностью избавлен, который искупленный Богом, он может на этом пути ходить. И нечистые, они не могут на этом пути ходить. Льва, то есть это тот лев, который рыкает, который хочет поглотить, его там не будет. Таким образом, у нас будет защита и победа над силами тьмы, когда мы ходим по этому пути. В этом месте говорится, что народ израильский, они оставили пути древние, чтобы не ходить по этим путям. Но они начали ходить по своим путям. Там в другом месте говорится, что Бог говорит, что «Мой народ оставили меня, источника воды, живой, и для себя они сделали водоемы, которые не держат воды». Как в той сказке было сказано, помните, с корытом разбитым сидела эта женщина в конце, да? Тот же образ. И в другом, в этих местах, опять же, Бог говорит, что «Господь выйдет, как исполин, как муж брани, возбудит ревность, воззовет и поднимет воинский крик, и покажет себя сильным против врагов своих. Долго молчал я, терпел, удерживался, теперь буду кричать, как граждающие, буду разрушать и поглощать все. Опустошу горы и холмы, и всю траву их, и сушу. И реки сделаю островами, и осушу озера, и поведу слепых дорогую, которую они не знают. «Неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми, вот что я сделаю для них, и не оставлю их». Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие стуканом «вы наши боги». И, конечно, возникает вопрос, каким образом вернуться на этот путь крестовый. И в Писании есть одна глава в Осии, я коротко пройду и вам расскажу, как это Бог описывает или как Он говорит, что нужно сделать. Это Осия 14 глава со 2 стиха и дальше, в английской Библии будет с 1 стиха и дальше. «Обратись, Израиль, Господу Богу твоему, ибо ты упал от нечестия твоего. Возьмите с собой молитвенные слова и обратитесь к Господу, говорите Ему». Чтобы вернуться, чтобы покаяться, достаточно взять с собой молитвенные слова. Не нужно каких-то обрядов, каких-то ритуалов, нужно просто сказать слова. Даже человек, который не может говорить, он может мысленно к Богу обратиться. И нужно ему говорить такие слова. «Отними всякое беззаконие и прими во благо, и мы принесем жертву у нас наших. Асур не будет уже спасать нас, не станем садиться на коня и не будем более говорить из зелья рук наших, боги наши, потому что у тебя милосердие для сирот». И до этого мы читали, что человек, когда приходит к Богу, он не может оставаться тем человеком, который и был до этого. Некоторые говорят, «О, ты должен меня принять, как Бог принял, поэтому и не осуждай меня, я такой, какой я есть». Но Бог не таким образом нас принимает. Если этот человек был, скажем, бармен, он не может превратиться в христианского бармена и дальше продавать водку. Но он должен измениться. И даже он не сам делает, но Бог его изменяет. Если это был шаман, он не может стать христианским шаманом и продолжать стучать в этот бубен. И много других примеров, когда человек перестает быть тем, которым он был. То есть это ветхая его природа, это ветхий человек, от которого он должен отвернуться, от которого он должен отказаться. И это в этом как раз таки Бог и помогает. И дальше мы видим, какие говорит слова Бог, как он что будет делать. Он говорит «уврачую от падения их». Есть многие люди, возможно, которые считают «о, я уже настолько согрешил, что Бог не может меня опять принять. У меня нету такой покорности, я вообще отпал». Но Бог говорит, что он уврачует от падения. Он может такую работу сделать, что человек уже дальше не захочет возвращаться к своим старым путям. Наоборот, Бог будет давать такую силу после этого, что человеку будет хорошо жить этой жизнью. И поэтому Иисус также, помните, говорит «мое бремя легко, оно было легко на самом деле». Если вы думаете, что «нет, это христиан, скажите, слишком тяжелая штука, для меня это не пойдет». Это значит, вы еще не поняли глубину Евангелия, вы еще не поняли Голгофа до конца. Потому что если вы поймете, вы скажете «на самом деле это легко, потому что Бог будет во мне действовать». Он говорит, что он возлюбит, он будет как роса. И как результат человек, или в этом случае Израиль, он будет расцветать. Как Ливан, это в этом случае кедры ливанские. Как вот эти Калифорния, Редвуд, да есть, они, несколько человек нужно, чтобы их охватить, и они из такой большой высоты. Кедры ливанские, они тоже из одной семьи. Такой же образ здесь говорится, что в Боге мы можем быть вот такими. Не какой-то там трава или цветочек, да, а большое могучее дерево, которое невозможно будет просто так ударить, чтобы оно упало. И дальше он говорит, что Израиль тогда будет говорить, что мне еще за дело до идолов. И Бог говорит, я услышу его и презрю на него, я буду как зеленеющий кипарис. И Бог говорит, от меня будут тебе плоды. И тогда мы будем на самом деле давать плоды Богу, и тогда Бог через это будет прославляться, потому что на самом деле плоды наши от Него, потому что Он и есть наш источник. Кто мудр, чтобы разуметь это, кто разумен, чтобы познать это? Ибо правы пути Господни и праведники ходят по ним, а беззаконные падут на них. В Новом Завете уже Павел говорит, ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова. В этом месте он показывает сущность благовестия. Сущность благовестия и есть крест Христов. Если мы будем делать ударение на крещение, которое обязательно нужно делать крещение, но мы не можем на этом делать ударение. Если мы будем делать ударение на красивых словах или на какой-то философии, то таким образом мы упраздняем или делаем бессильный Евангелие, который и есть крест Христов. Поэтому он дальше в другом месте говорит, а я не желаю хвалиться разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Аминь. Мы будем молиться, чтобы, если вы хотите, чтобы за вас помолились, если вы чувствуете, что вы удалились, возможно, от Бога, или вы вообще еще не спасенные. Потому что для неспасенного и спасенного весь одна и та же, чтобы мы возвращались к Богу через крест и крест Христов. И таким образом неверующий может взглянуть на этот крест Христа и получить спасение. Верующий человек, у кого проблемы, который, может, отклонился или еще что-то, опять же, точно так же, он может посмотреть на Христа, на вождя нашего спасения и от него получить все, что ему нужно. Поэтому будем молиться, чтобы Бог дал нам вот эту мудрость вернуться к старому кресту, чтобы нам очиститься от старой закваски, потому что мы должны быть опресноками. Закваска – это всякое ложное учение, всякий грех, всякие нехорошие намерения, которые уводят нас в сторону от Бога. Если мы будем смотреть на Христа, Он обязательно все это будет усматривать. И даже если вы неопытный, даже, может быть, и необразованный человек, Писание говорит, вы не заблудитесь, если вы будете надеяться на Него, и вы не постыдитесь. Будем молиться.